Слова сподвижника лёу ам сейта, если бы ты подождал до вечера, если бы ты подождал до вечера, можно ли отсюда сделать вывод, что на вечер наступает после заката солнца? Когда наступает вечер? Мы говорим зикры вечерние, когда наступает вечер? Есть мнения разные. После асара уже наступает вечер. Почему тогда здесь говорит сподвижник лёу ам сейт? Если бы ты подождал до вечера, посланник Аллах. Имеется в виду, то есть, когда уже наступит настоящий такой вечер, уже совсем, когда солнце сядет. Хорошо? А так, вообще, вечер, оно что? После асара, говорит Шерим Самин. И один вопрос мы еще затронем. Шерим Самин затронул его, но немножко подробно его коснемся, потому что это актуально в некоторых местах. Как вы знаете, солнце, оно садится по-разному в разных местах. Правильно? В одной стране и в другой стране садится по-разному. Точно так же в одном месте оно тоже садится по-разному, в зависимости от того, на какой высоте находится человек. Шариат привязал окончание поста фитр к чему? К исчезновению солнечного диска. Правильно? Поэтому у каждого человека, для него свое положение, свое окон, в зависимости от места, где он находится в момент заката. Человек не совершает ифтар, пока не сядет солнце там, в том месте, где он находится. Даже если в другом месте солнце уже село. Если кто-то, этот наш вопрос, если кто-то живет в высоких зданиях, живет в небоскребах, он не разговаривается, пока не сядет солнце для него. Хорошо? Даже если солнце село для тех, которые находятся внизу. Пока у него солнце не исчезнет на горизонте, он не разговаривается. Есть слова по этому поводу древних ученых. Древние ученые, они сообщают, тогда тоже эта проблема была, этот вопрос был. Люди, которые прибывают в Искандарии, в Александрию, если кто-то поднимается на этот маяк, который в Александрии, Александрийский маяк, видит солнце. И еще долго видит солнце, после того, как он усадится за те, которые на земле. Может ли он разговариваться? И есть фетва древних улема, когда они говорили, что нельзя, нельзя. Потому что каждый у него свой хук. К каждому обращение в соответствии с его ситуацией. Чебин Мусамин, Рахима Аллаху Аталия, его спросили. Люди, которые где-то на горе, на горах, и те, которые в низинах, в долинах. То есть, одни на горе, другие в долинах. Есть люди, которые в каких-то высоких зданиях находятся. Чебин Мусамин говорит, что у каждого из них свой хук. У каждого из них свое положение. У кого село солнце, для того настал фетар, для того настал ифтар. Если не село, то нет, говорит. Он в шарху-ль-момте. И он сказал, если Муаззин читает Азан, а ты находишься на какой-то возвышенности, на высокой месте, видишь солнце, тогда не разговляйся. Пока не разговляйся. То есть, человек, который живет в высотных зданиях, если кто-то из вас будет особенно в Эмиратах, будет жить на каком-то 92-м этаже, или 120-м этаже, или еще что-то. Те, которые живут в высоких зданиях, они должны учитывать разницу вот эту временную в отношении заката солнца. Что есть разница там наверху и на поверхности земли. И Дару Лифта, то есть управление по фетвам, в Дубаях они, Дайра Ту Лифта, они издали такую фетву, они сказали, что жители небоскребов, этот небоскреб Бурдж-Халифа, который состоит из 160 этажей, 160 этажей, те, которые живут выше вот этого, которые живут высоко, от них требуется откладывать ифтар, делать его попозже, в месяц Рамадан, если они живут между 80-м и 150-м этажом, 80-м и 150-м этажом, тогда от них требуется позже делать ифтар на 2 минуты, на 2 минуты после азана, который бывает, азан-ль-Магриб. Те, которые живут от 150-го и выше, то тогда для них наступает время азана позже на 3 минуты. Хорошо. Те, которые живут ниже 80-го этажа, делают ифтар в соответствии с азаном на земле. Как бы то ни было, учитывается это. Для каждого свой хукам, и Аллаху Тарарам, это более правильное мнение в этом вопросе. Это вот важное правило. Аят указывает на что? Что призывающий к Аллаху, он должен начинать прежде всего со своих близких, со своей семьи. Аллаху, Субханна Тараре, говорит, «Увещивай твоих ближайших родственников». А то, что делают некоторые люди невежественные, оставляют своих близких, своих домочадцев, своих родственников, жители своей местности, которые находятся в заблуждении, пребывают в многобожии и едут куда-то далеко, за тридевять земель, и едут туда, чтобы призывать людей. В то время как свой народ и свои близкие, свои родные, иногда своя мать и свой отец находятся в неверии или в грехе. Это несовместимо сунно. Это противоречие сунне пророков. Пророка Мухаммада, саламу, и всех пророков начинают со своих близких. Неужели вы приказываете людям благочестия, оставляете самих себя, в то время как вы читаете Писание, неужели вы не разумеете, говорит Аллах Субханна Таре. Итак, Ибрагим начал со своего отца.